Доброе утро, Югра! Сегодня я хочу представить вам новинку мастера отечественной фантастики Сергея Лукьяненко «Маги без времени». История создания этого романа весьма необычна. Автор решил провести занятный эксперимент. Он начал работу над книгой под псевдонимом, постепенно выкладывая главы на онлайн-сервисе. Таким образом, Лукьяненко хотел доказать, что начитающий писатель может привлечь внимание к своему творчеству, был бы талант. Конечно же, со временем личность автора была раскрыта. Но я считаю, что эксперимент можно считать удачным. Сергей Лукьяненко известен своей способностью находить оригинальный подход даже к самой заезженной теме. На этот раз он взял мир классического фэнтези и ввел новую единицу измерения магии. За каждую магическую руну маги платят своим временем. Пару минут за бытовое заклинание, пару лет за боевое. Согласитесь, при таких условиях фраза «время – деньги» приобретает совершенно новое значение. С легкой руки хитроумного фантаста цена за могущество становится по-настоящему чудовищно. Век магов короток. Они – это вечные дети, тела которых изнашиваются быстрее, чем они успевают набраться житейского опыта и мудрости. Наш главный герой – один из них. Грисару всего 15 лет, но он уже закончил обучение и успешно зарабатывает себе на жизнь при помощи магии. Его талант – это бережное отношение к своему времени. Он с юных лет понимает, что время – коварная штука. Оно всегда есть, но его всегда мало. Однажды Грисар становится жертвой хорошо продуманного и спланированного обмана. И тем самым невольно переходит дорогу самому темному властелину – существу загадочному и могущественному. Так начинается его приключение. Грисара и его друзей ждут бегства, бесчеловечные эксперименты, путешествия во времени и потери близких. Лукьяненко придерживается своего фирменного стиля. В книге нет однозначно добрых или злых персонажей, нет шаблонов, которых стоит придерживаться, нет каноничных поворотов сюжета. Зато вас ждет ошеломляющий своей непредсказуемости финал. Эта фантастическая новинка уже ждет вас на полках городской библиотеки Ханты-Мансийска. До новых встреч!